Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Мне очень понравился здесь микроклимат. Это как единая команда, сплоченная на Смоленск АЭС. Успешно завершился аудит интегрированной системы управления. Очень мне понравилось в софетах играть. Мне было классно и круто. Праздник детства в Десногорске. Бокс физически развивает человека, духовно. Учит постоять за себя. Спортивному клубу «Ринг» Смоленск АЭС 10 лет. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну суммарная мощность 23 528 мегаватт, что на 1620 мегаватт в плюс идет по мощности. И выработка 84 миллиарда 638 миллионов киловатт-часов, что составляет 102,1% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и второй энергоблоки суммарная нагрузка 2027 мегаватт, третий блок 31 мая выведен в средний ремонт с ЧЗТК и КСЭС с заявкой до 23 декабря. Выработка электроэнергии за 4 дня июня составила более 146 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 6 миллионов киловатт-часов. С начала года выработано 8,8 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 471 миллион. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Интегрированная система управления Смоленской АЭС находится на высоком уровне развития и соответствует требованиям международных и российских стандартов. Такой вывод озвучил руководитель команды экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» Виктор Посадов в завершении ресертификационного аудита, проходившего на Смоленской атомной станции. Система подтвердила свою не просто же способность, а высокий уровень, свое развитие. Конечно, очень хороший высокий уровень и тенденции развиваются. Мне очень понравился здесь микроклимат, это как единая команда, сплоченная на Смоленской АЭС. Очень хорошие взаимоотношения между сотрудниками, установленные коммуникации, развитая инфраструктура, среда, которая способствует развитию предприятия, развитию организации. И в этом немаловажная заслуга, в первую очередь, руководство предприятия, руководство холдинга, концерна. На Смоленской АЭС завершается трехлетний срок действия сертификата ИСМ. Поэтому главной задачей аудита стала проверка соответствия систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья требованием стандартов международных и российских стандартов. По итогам аудита будет принято решение о выдаче сертификата в соответствии на новый срок. В течение пяти дней эксперты посещали объекты атомной станции, анализировали документацию на рабочих местах, беседовали с персоналом и руководителями подразделений, оценивали уровень понимания ими целей и задач по совершенствованию систем управления качеством, экологией, охраной труда, управлением процессами, подготовкой персонала и других. В завершении проверки команда аудиторов сделала вывод о том, что Смоленск АЭС внедрила и поддерживает интегрированную систему управления в соответствии с применяемыми стандартами. Среди положительных практик отмечен высокий уровень вовлеченности персонала в работу, осознание важности вопросов, связанных с охраной окружающей среды, профессиональной безопасностью и охраной здоровья, неформальный подход к проведению внутренних аудитов, итоги которых способствуют развитию систем управления. Конечно же, ваши системы, Смоленская атомная станция, они очень зрелые и, конечно, поддерживать такой высокий уровень это непросто. Но, тем не менее, вам это удается. Этот аудит как раз показал, что вы в этом отношении очень хорошо подготовлены и у вас высокие результаты. Спасибо большое за высокую оценку нашей работы. Естественно, мы старались подготовиться к аудиту так, чтобы пройти его на достаточно высоком уровне. Спасибо за эти рекомендации, которые вы нам даете. Яркий, незабываемый праздник 1 июня, в День защиты детей, организовала Смоленская АЭС для юных десногорцев. На творческих и спортивных площадках прошли многочисленные конкурсы, соревнования и концерты. Для любителей активных командных игр были организованы спортивные эстафеты. В «Веселых стартах» приняли участие более 150 детей. Не меньше желающих вызвалось посоревноваться в конкурсе рисунков на асфальте. Фантазируя на тему «Лето и каникул», они раскрасили цветными мелками яркие краски площадь у реабилитационно-оздоровительного и досугового центра. Солнечное путешествие в страну замечательных детских песен совершили девчонки и мальчишки, участники развлекательной караоке-программы «Караольки Атом Старт». Своими выступлениями они старались зажечь зрительный зал так, чтобы все захотели петь и танцевать вместе с ними. Мне понравилось участвовать в них, потому что это были и спортивные, и веселые состязания. Мы сплотились всем коллективом и участвовали в разных соревнованиях, которые нам задавали. Мне понравилось в эстафетах играть, у меня было классно и круто. В День защиты детей сектор культурно-досуговой спортивной работы первичной профсоюзной организации «Смоленск АЭС» подвел итоги конкурсов детского рисунка и сочинений «Моя семья и профсоюз», посвященных 70-летию российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. В своих творческих работах более 80 юных десногорцев признали с любви к профсоюзу «Смоленск АЭС», который для них является олицетворением заботы о детях. Всем победителям и призерам вручены памятные призы от профсоюза «Смоленской атомной станции». Интересными и зрелищными стали отборочные матчи среди юных футболистов, которые дали старт турниру «Кожаный мяч» на призы «Смоленск АЭС». Он продлится до 14 июня. За лидерство на футбольном поле сражаются 12 команд в трех возрастных категориях. Этот турнир проходит традиционно уже на протяжении нескольких лет благодаря профсоюзному комитету «Смоленск АЭС». Заявились 12 команд. Ждем от ребят бескомпромиссной борьбы. Что всегда так и происходит. Это для них праздник, радость. Приглашаем десногорцев поболеть за команды юных футболистов. Соревнования будут проходить ежедневно до 14 июня, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 на открытой футбольной площадке около реабилитационно-оздоровительного и досугого центра. Чемпионат Смоленской области 3 на 3 планета баскетбола «Оранжевый мяч» стартовал в Десногорске. Его организовали «Смоленск АЭС», администрация Десногорска при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Фестиваль баскетбола собрал более 30 команд девушек и юношей из Десногорска, Рославля, Смоленска, около 150 спортсменов. «Такие мероприятия очень важны, и не только баскетбол. Все виды спорта, все, что нашим детям позволяет становиться сильными, здоровыми, смелыми, они должны заниматься. И очень приятно, что мы в нашем регионе проводим достаточно большое количество таких мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта. И привлекаем по максимуму всех детей Смоленской области к занятию спортом». При поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской атомной станции» в Десногорске очень много делается для развития спорта. Создаются современные площадки, проводятся различные соревнования. Участники турнира показали интересную игру с точными дальними бросками, красивыми обводками и хорошей игрой под кольцом. «Мы начинаем этот праздник здесь, сегодня, в Десногорске, с нашими гостями, детьми из Рославля, из Смоленска. Я знаю, что тут, по-моему, сейчас шумячи должны доехать. Проводим его в формате 3-3, потому что он символизирует наш уже второй, получается слово традиционный уже, марафон, чемпионат Смоленской области 3-3 среди детей, который от нас пойдет по всем муниципальным образованиям Смоленской области. И как в прошлом году, в сентябре месяце, закончится галлофиналом опять здесь, на Десногорской земле». Всем командам, победителям и призерам вручены кубки и ценные призы. Благодарственными грамотами были отмечены девушки и юноши Десногорской команды за победу в суперфинале школьного баскетбольного чемпионата в формате 4 на 4, который прошел в Смоленске 21 мая. Также благодарственными письмами за пропаганду здорового образа жизни были награждены волонтеры Центра культуры и молодежной политики, педагоги школ и дошкольных учреждений, руководители предприятий и организаций города. Спортивному клубу «Ринг» Смоленск АЭС исполнилось 10 лет. Для многих юных десногорцев он стал хорошей школой бокса, помог добиться успеха в спорте и учебе, дал закалку для взрослой жизни. При поддержке атомной станции и профсоюза тренеры воспитали немало талантливых боксеров, прославивших Десногорск на всероссийских и международных соревнованиях. Тренировочный комплекс клуба признан одним из лучших в регионе. История бокса в городе Атомщиков началась более 35 лет назад. В 1982 году кандидаты в мастера спорта Николай Низамаев и Владимир Новиков на базе детско-юношеской спортивной школы Рославля организовали секцию, которая позже перешла в ведение Комитета по культуре, спорту и делам молодежи Десногорска. Началось все это в августе 2008 года. Нас посетил тогда новый директор Смоленской атомной станции Андрей Юлийнович Петров. После этого поступило от него предложение, все мысли по созданию спортивного клуба «Ринг». Мы с Юрием Васильевичем Кузнецовым были у него на приеме. В течение двух недель я готовил материал, как это должно все выглядеть. Был мною сделан небольшой проект, так как у меня практика была. Я представлял, что это специализированный зал бокса. Все я это выложил на бумаге. Было разработано положение о деятельности спортивного клуба «Ринг». И через две недели мы с Юрием Васильевичем все предоставили Андрею Юлийновичу. Он все это посмотрел, утвердил. И, как говорится, работа началась. И ровно через 9 месяцев родилось это прекрасное заведение под названием «Спортивный клуб «Ринг». В клубе есть тренировочный ринг. Необходима экипировка, мешки, груши, силовые тренажеры, а также раздевалки, душевые, тренерская, где хранятся награды, кубки, афиши участия в различных турнирах. За техническим состоянием зала следит Николай Сурин. Всегда рядом с ребятами грамотные наставники. Николай Незамаев, Алексей Артеменков, Денис Козлов, которые помогают им оттачивать спортивное мастерство, искать в жизни правильный ориентир и свое призвание. Тренировка делится на три части. Это разминка, основная тренировка, часть и заключительная. Ребята целеустремленные, ребята хотят что-то в жизни добиться хорошего. Поэтому вот и сам спорт, он сам по себе еще бокс, он как бы детей, скажем, мобилизует и все-таки закаляет для дальнейшей жизни. Занимаюсь боксом уже давно, с 11 лет, наверное, уже. Еще раньше мы занимались в Дворце молодежи, раньше. Потом вот сделали вот этот новый зал. Он как бы намного лучше. В том зале вообще не было нормальной вентиляции, окон. Тут все условия для того, чтобы заниматься боксом. 11-летний Денис Березовский в клубе ринг всего полтора года. Но, глядя на старшего брата и радуясь его успехам, тоже хочет одержать много побед. У тебя уже все получается как настоящего боксера? Ну, пока что еще нет. Я начинаю тренироваться и думаю, что скоро у меня все будет получаться. Я сюда хожу почти 4 года. Записался сюда, ну, довольно поздновато. Мог быть раньше, но за этот срок я смог догнать своих сверстников. И уступал на всероссийских турнирах, также на межрегиональных. И побеждал, занимал призовые места. Бокс физически развивает человека, духовно. Вот, учит постоять за себя, защитить своих близких, родных. Боксом я занимаюсь с первого класса. У меня, как бы, отец занимался, и такая участь у меня стала. В спортивном клубинке занимаюсь уже около трех лет. Какие у вас уже достижения в сегодняшний день есть? Ну, у меня первый спортивный разряд. Как бы, являюсь победителем разных международных турниров, призером Центра России являюсь. Бокс, как бы, это единоличный вид спорта. Как ты подготовишься, так ты и выступишь на соревнованиях. Это все зависит полностью от тебя. 10 июня в 10.00 на территории яхт-клуба состоится открытое первенство Смоленск-АЭС по гребле на лодках «Дракон», посвященное Дню России. В соревнованиях примут участие команда Десногорска, Москвы и Подмосковья. Приглашаем поболеть за наши команды. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск-АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру а также в официальной группе Смоленск-АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова